ну что ребят дождались пришло время подарков розыгрыш ребят у нас сегодня какой полутора сотенный выпуск юбилейный ребят у нас сегодня подарки подарки значит как я уже говорил об условлены подарки точнее об один образец у нас ребята разыгрывается один образец из трех на выбор на выбор победителя обусловлен чем ребят опять не жадностью не жадностью а хотелось бы понять что же что же наш подписчик или зритель выберет из этих трех ребят экземпляр что же почему почему мне это ребят интересно чисто спортивный интерес с чем связан с тем что все три образца два у нас грубо говоря как минимум необычные нетрадиционные и это относится у нас к вилла звела звезда купаж под названием как мы мы ввели в обиход понятие русский купаж до нас вилла звезда автотон цемлянский черный каберне савиньон то есть редкие купажи этот ребята экземпляр я давно не заходил говорят что сибирьковый в принципе сейчас немножко подпропал его в принципе особо нет а самое интересное что большинству из вас он не понравился а для меня ребят он был у меня вот эта партия очень удачную я взял тогда два ящика насколько я помню какие еще немножко осталось какие-то экземпляра посмотрим посмотрим да насколько он кстати у нас окажется живуч живуч и насколько он интересен да поэтому победителю будет предоставлен возможность опробовать хороший вариант сибирькового за который не стыдно ребят да значит еще разочек у нас получается же констатина цвета его открыли не очень хорошо но то простит у нас константин так по пробкам корковая пробка корковая пробка что приятно принадлежит у нас ведерникова и новый свет так сейчас про шампусики про шампусики поговорим так значит еще разочек да значит чем интерес это у нас еще раз говорю это редкий купаж очень удачный очень удачными я была партия многим не повезло у меня был очень удачный у него специфические очень интересные вот этот купаж русский а вот это сочетание она очень интересно играет с длиннейшим послевкусим ребята очень тонкая вещь реально раскрывается после 50 минут декантации это абсолютно точно 1 20 30 минут он не сильно интересен очень горю редкий не знаю как редкий в москве горе больше не встречал от вела звезда да значит авто кто все понятно с выдержкой встали до без дуба это понятно редкая вещь очень удачный экземпляр этот интересен чем селлар от мильстрима тем что вы просто тупо нет тупо нет может кого-то за кромах осталось значит серия уже была восемнадцатый год в этом году и вообще не было да то есть это раритет самое интересное два года у него получается было два года у него было выдержки два года у него было выдержки господи какой бутылочный да да в подвале отлеживалась и что интересно что интересно очень сильно он за это время изменился трансформировался в удачную сторону то есть там сейчас ребята такой скажем так божественный нектар и так значит условия ребята душа условия в чем что мы разыгрываем задача под этим видео оставить ваши комментарии относящиеся к нашему ну помимо того что вы чем мы сейчас будем заниматься оставить комментарии о том как же с вашей точки зрения как мы позиционируем себя ребята вот во всей винной истории наш вот этот получается наш канал чем он интересен на ваш взгляд какие у нас не то что конкурентные преимущества зачем мы интересны и чем мы отличаемся ребята вот какие-то хорошие зря ли я выполняю вот это ребята работу какая у нас миссия в нашем государстве вот по отношению ко всему к этому вот ребята такое задание так что пишите именно под этим видео и соответственно из трех из трех из трех комментариев которыми больше всего понравится и я прочувствую что они раскусили нашу суть вот будет разыгран в прямом эфире в следующем выпуске будет разыгран соответственно вот какой-то из этих ребята будет соответственно приз вот такое задание а теперь приступаем не вы ребята непосредственно к части нашего сегодняшнего ребята наши сегодняшние ребята передач так значит у нас сегодня ребят выпуск какой лучшая шампанское россии да ребят дожили дожили получается шикуем ребят даже барствую в какой-то степени но вот очень хочется отметить я говорил что ребят за наша за нашего скажем так шампанское за наши игристые ни разу ребят не стыдно вообще абсолютно сколько было у нас во франции сколько объездил сколько объездил виноделин ребята у нас очень не то что конкурентно у нас я пашка у нас целом вот все образцы по классическому методу превосходит французские ребят экземпляры во многом просто все в целом в массе своей на 70 процентов понятно что у них есть гранд крю и старые дома шампанский с интересными да и первую очередь террор и тому подобное но в целом у нас все ребят очень интересно значит что у нас сегодня есть из супер мега интересного редкого первое значит новый свет у нас это классический блан де бланкс у нас это стопроцентный шардоне уникальность чем 13 год ребят новый свет 13 года урожая ребят представляете сад до основном момент вы знаете как мы относимся вообще к блютам шампанскому полусладкому и сухому и ко всяким разным у нас естественно вот это три экстра блюда 3 экстра блюда мы блюд и не пьем но благодаря марии мария спасибо большое за подарок марии нам подослала образец от константина дзитоева константин зитоева да это у нас блюд ну не то что к сожалению посмотрим значит этот блюд ну слава богу там можно было дотянуть до пятнашки здесь у нас дозаж десятка будет более-менее приемлемо так значит вот этот уникальный образец 13 года стопроцентный шардоне это у нас двушка по сахару вот этот уникальный образец а у нас уже было было от ведерников цемлянский черный что ли да вот а у нас это ребята сибирьковой 17 года сибирьковой газа здесь четверка четверка трешка и ребята вот этот недавно я пробовал видео не снимал магнат он был интересный шардоне кажется был шардоне причем в перекрестке достался скажем так за смешные 850 хотя ценник 1300 до шатаны я пробовала дозаж был десятка конечно сахара чуть-чуть для меня излишек но была вот кто-то софии что ли какой-то на наша подписчица спрашивала что ж такое не написала комментарий что же такое меня минеральность по ощущению в принципе да вот я сказал что и вот конкретно можно взять вот этот соответственно магнатом шардоне да у нас это розе шардоне там была минеральность хотя вот говорю сахар немножко отвлекал но там она была был достаточно интересный образец тоже десятка была по сахару здесь у нас четверка ну что ребята какая ответственность так перляж константин зитоев перляж хорош да значит здесь я пардон сто процентов шардоне сто процентной сибирьковой два купажа классической скажем почти французских без мелье но классика шардоне плюс пинонуар достаточно приятный от зитоева приятный аромат вот пинонуар как я говорил часто передает именно вот эту самую теруарность самый турарный сорт он придает как раз часто вот эта минеральность и я за что люблю именно пинонуар шардоне необычно для меня слишком мягкий скажем так без характерный как правило пинонуар в пинонуар я чувствую так называемый характерный запах нестиранных носков да простят меня специалисты вот часто передают минеральность данном случае очень приятно недрожение спиртуозности нет минеральный как аромат малины хороший зачетный нос так стопроцентно шардоне древнейший древнейший ребята значит насадки отлеживался у нас до горжаше выпуск насколько я помню там с 19 года слежал минимум 5-6 лет насадки стопроцентные шардоне нос имеется нос живой достаточно не характерный как правило для шардоне здесь ощущение ребята как ни странно леденцов карамели какой-то солома может полевые цветы достаточно вкусно сладко интересно не то что парфюмерный нос нос как и с леденцами это интересно так очень непривычный нос интересно что там будет внутри так сибирьковый потрясающе ребят сразу зачет софии наверное ребят вот пожалуйста вам минеральность в носе минеральность даже чуть-чуть животный тон что-то не фруктовое что-то нейтрально цветочно полевое потрясающе да а вот оставлю ссылку внизу по сибирьковому от ведерникова ребят вот с ведерникового как вы знаете кстати какой перляж тяжелый мелкий отлично плотный потрясающий перляж вот да заш у нас был трешка трешка здесь минимальная посмотрим потрясающе потрясающе да вот сверху как как правило мне не везло вы знаете на выпуска у нас 4 из 4 выпусках по ведерникова была по сути только вот про кацетеля удачный вариант но вот по что называется по игристым двора точнее пока один раз фантастическая фантастика была вот здесь пока не знаю но предвкушаю так тоже хороший тоже хороший перляж ребят перляж отличный и бокал у нас ребята правильные хотя бокалы форма классическая но позиционируется как не у бордовы знаете миссии мы из них даже дегустировали красные красные варианты так значит зитоевский более насыщенный до мацерация более насыщенный цвет более темный здесь больше лососевой так пино нуар шардоне вот тут зитоева пошел сейчас немножко больше пошел на появился животный тон слегка а вот здесь появилась легкая тоже леденцовая тема но скажем так немножко отличается они ладно да леденцовая какая-то тема тоже не характерная так ну что ребят выбор да значит ребят ответственность конечно давайте начинаем шардоне самые мягкие самые тонкие в теории в практике тем более тринадцатый год самые выдержанные самые кэш-бомба наш брал кажется фирменном магазине наверно что-то по 1100 рублей в прошлом году 1100 значит вот этот насколько я видел в интернете будет разные варианты именно вот на эту позицию насколько я помню 2 500 но этот подарок от марии мария спасибо огромное этот вариант что-то тоже наверно в азбуке вкуса что-то в районе 1300 а это подарок от александра из города истра александр спасибо огромное где-то 1300 он стоил и вот этот магнатум у нас что-то тоже 1300 1500 в перекрестке конкретно брал вот такие ребят понятно что за 1000 рублей это ясно но это нормально по курсу евро еще по недавнему это сколько получается 15 соответственно евро до 15 евро нормально отпускная цена на шампанское во франции если вы знаете минимальная цена в магазине 16 евро в принципе да гранд крю начинается где-то 25 учитывая качество наших очень игристых ребят но это это достойно эта цена в принципе нормальная мировая ну что поехали на самые тонкие шардоне новый свет очень интересный тот появился такой не с горчинкой что-то может быть как редьки тертой редьки более густой но основной карамельный тон но специфический ну поехали сто процентов шардоне новый свет интересно еще думаю что это милизимный милизимный да и и винтажный вариант наверное не зря 13 год выпустили он до сих пор есть другие таких вариантов видел по пену гриджи что-то еще вот с таким дизайном там прям прописано значит да здесь шардоне там пену гриджу наверно 13 год был очень удачный конкретно без шардоне поэтому сделали вот этот тираж конкретно значит это нормально выдержка насадки долго это здорово в принципе конечно же это не то что когда короткая выдержка стандартная например и на полках лежит 6 лет может умереть все поэтому насадки это здорово значит в принципе вино на на любителей скажем так на специалиста на гурме как это ни странно свежие за такой скажем ладно почти завышенной кислотностью повыше границы в принципе что говорит еще о потенциале его и о свежести округлое округлое уровня гранд крю прекрасный мусс во рту шикарная тонкая аристократичная я так сказал аристократичные до игре 100 лет аристократичные благородная очень тонкая может быть слегка немножко простовато но пролонгированное длиннейшее послевкусие и округлые ребята рот рот игрестого прекрасный свежие ребят экземпляр на зачет хорошо но тот момент горю кто как переносит да кто у кого-то повышенная кислотность и вообще тяжело да для кого-то вот кто-то боится в игре экстрабрютов да и брют натуров но бояться нельзя нормально совершенно понятная кислотность это здорово все-таки когда сахар обычно присутствует это намного грустнее и не интересней так ну что перляж прям остановился прекрасный хоровод пузырьков от ведерников значит сибирьковый сибирьков 18 год до ну с такой больше цветочно полевой принципе такой подушел спокойный нос поехали так Субтитры сделал DimaTorzok Сразу вспомнилось, приходит на ум вообще тема шампанского Как вы знаете, вообще же история какая Что нынешний брют, которым кто-то еще до сих пор боится брютов Хотя для нас это жутко сладко, мы брюта не пьем Но еще недавно, как известно, вдова Клико, она была прародителицей вот этой темы Раньше брютом, а раньше не было, были вообще сладкие шампанские То есть вот к царскому двору и по всему миру люди часто любили шампусики из Франции Но тогда дозаж там был 40-50, 40-50 ребят на литр Это были сладкие шампуни И вот англичане, откуда возникло это слово брют? А брют от слова брут Что интересно, вроде так банально, а по факту вот так Брут, значит, такой жесткий, такой циничный, мощный Специально для англичан, которые говорят, ребят, не надо так сладко Нам нравятся ваши пузырики, нравится минеральность, но не надо так сладко И специально Дова Клико первая решилась уменьшить в три раза дозаж и сделать брют Брут под пятнашку, да, тогда еще, сейчас вот классический от 6 до 15, да И англичане сказали, ну как же, блин, здорово А французы сказали, вот дураки Вот они там, бруталы, дескать, англичане пьют такой кисляк Потому что, как говорят, интересно После сладкого им казалось, что это прям кисляк уже с пятнашкой Да, и вот еще интересно, что шампань – это самый северный, да, регион по возделам ее считается И, в принципе, ягода особо не взревает, естественно И есть изначально природная завышенная кислотность И поэтому, соответственно, туда, чтобы не было кисляка, чтобы более-менее уравнять, особенно если их купажи Туда, соответственно, там и существует дозаж, да, дозаж Получается, из брут натура пол-ложечки, там, до 6, это экстра брут добавляют, да Потом, соответственно, брут, там, от 6 до 15, сахарку побольше, дальше полусладкие Чтобы завуалировать завышенную типа кислотность А у нас, по идее, можно варьировать или вот кислотой, то есть степенью возревания ягод Или вот добавлением различных, в данном случае у нас это чистые варианты Допустим, добавление туда часто называют рислинг, там, для кислотности добавляют, чтобы добавить вот эту свежесть вину Поэтому, интересно, кислотность у обоих в рядах повыше границы Есть ощущение, что это сибирьковый Тонкое такое ощущение в мякоти белого винограда, чуть не дозрелого есть Похож, кстати говоря, на тот сибирьковый, который у нас будет разыгрываться, да? Похож Сибирьковый Есть ощущение, что здесь сахара Буквально на ту самую граммульку чуть-чуть побольше, чем в этом варианте Есть ощущение вот этой самой минеральности в носе И рот вина дают ощущение, ребят, минеральности В принципе, я бы сказал, что цемлянский черный был немножко поинтереснее, чем этот экземпляр Вот в том выпуске, который у нас был тогда Поинтереснее, так чуть побогаче Ну, может быть, опять же, цемлянский черный, да? Все-таки бланде нуар, да? По сути Ближе к пиношным он более характерный Все-таки я люблю из красных сортов винограда, походу, ребят Так, ну что Поехали Значит, цехарок у нас здесь Шестерка Шестерка, да? Купаж Шардоне Пино Нуар Магнатум От Саукдере От Саукдере, ребят Крымский район Нож изменился Нож изменился Приятная малина на Барбарис, наверное, да Чуть карамельный тон Сейчас он более такой свежаягодный стал От Зитоева Есть ощущение легкого сахара и животный тон Но интересный нос Здесь тоже интересный нос А сюда немножко компот даже Из груши Нос не характерный, интересный Перляж отличный Ну что, поехали Магнатум от Саукдере Купаж Ребят, блин, интересно Интересно И даже некоторых из вас жалко В теории Получается, что Ну вот я говорю, что я привык Мне это нормально Но, блин Кого-то, говорю, сейчас передернет Азноб, наверное, у меня на морде Написано, что все три экземпляра Ребят, высоко кислотные Вот прям интересно Знаете В чем совершенно ясно Что если добавить сюда сахар Сделать их не экстра блюда А блюда Будет просто Тупо слаще Просто сахар будет давать Оскомину, что он называется И завуалировать эти нюансы Которых вы, говори Еле и различите Грубо говоря Ту же самую минеральность Или тонкие какие-то тона Да? Поэтому от сахара Это не здорово Надо или приучать себя Скажем так К этой кислотности В теории Приучать Не бояться еще Прям кислят Нет, постараться ее понять Понять Но вот Вот, пожалуйста Шестерка по сахару Кислотный образец В принципе На данный момент Он немножко Простоват Хотя тоже округлый С длинным послевкусием Интересно Но менее интересный Чем вот Магнат он Шардонешный был Да? Сто процентов Там типа зелененькие Что ли буквы Ну их всего Там два вида Да? Там говорю Был Вот До завтра Десятка Десятка был Чуть-чуть Он чувствовался Как излишне Но была Значит минеральность В принципе Он поинтереснее Для такой Для смакования Был интересный Так Ну что Кислотные образцы Интересно Конечно Не ожидал Ну ладно Посмотрим Рецептор у меня чистый Вряд ли я сегодня Прям кислотность Такую Прям ощущаю Ощущаю Такую Как таковую Слишком остро Ну что Значит Константин Зитоев Не то что Набухал Значит Здесь десятка У нас по сахару Слава богу Уж десятка Не 12 Не 15 По-божески Купаж Пино Пинонуар Шардоне Константин Зитоев Так Ну Перляж Хорош Да 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 Значит Животный Тон Значит Самый Дорогой Экземпляр Да Ребят Значит Еще Где-то 1300 1300 1300 1300 Да 2500 Минимум Такой Да Интересный Животный Тон Ну поехали Дорогой 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 Ну что, ребят, сказать Что сказать Ну вот, наверное Вот тот самый вывод, который я и сказал В теории, да, значит, кислотности здесь Не чувствуется, но, в принципе, ее, наверное, меньше Чувствуется, что сахару здесь побольше Ну, такой приемлемый сахар Даже для меня, в принципе, нормальный Ну, в теории Вот так вот, конечно, блин Нельзя так говорить Но я же, мы же для вас, ребята, работаем Поэтому Для чего мы это все делаем Мы понимаем, в принципе, нарчаяние Нашего народа, женщин И тому подобное Учитываем народные, что это привычки, вкус И отношения к брютам Тем более к экстрабрютам, которые для многих вновь И, ребят, еще раз говорю Интересно, вот за время работы нашего канала Вот почему И задание, да Оставить под этим видео ваши комментарии По поводу нашего канала Вот зря мы работаем или не зря Но, ребят, за прошедший год Это только те люди, с которыми я общаюсь Общаюсь Да, я вас не знаю У вас там тысяча просмотров И, допустим, тысяча подписчиков Не знаю, как вы поступили Не все же пишут комментарии К сожалению Но на моей памяти за последний год Минимум шесть человек Рискнули попробовать экстрабрюты В принципе И перешли на них И сказали огромное спасибо Кто-то написал, кто-то лично сказал Спасибо огромное, что вы нас вообще Объяснили нам, что экстрабрюты Это не страшно, что это тонко И отказались от иностранцев И от брютов Тем более, опять же, у нас эта тема дешевле А есть у нас позиции, которые с меньшей выдержкой Вообще стоят там Да Как известно, там вообще-то Чуть бывает по 800 и тому подобное рублей Поэтому, что, кстати, на цветове Да, значит, сахар здесь, да Чувствую, что он есть Он повыше В целом, наверное, конечно Вот для народа Вот это, наверное, может опять немножко Какого-то напугать Ну вот непривычные люди скажут Ну, блин, кисловато Не привыкшие, да То есть для меня это гастрономично Это эстетично Это надо думать Сейчас они подышат еще Вот надо посмаковать Посидеть с этим делом Именно смаковать шампанское Я говорю, они как, ребят, под куранты Закидывайте все Так что, наверное, вот этот вариант такой Он удобоваримый, наверное, для всех Да, такой усредненный Такой вот, типа, оптимальный для народа Такой, в принципе, да Для масс народных Ну, в принципе, сам по себе Ну, не только не очень интересный Хотя у нас мало, кстати, сегодня Таких каких-то буйствов было В принципе, они в этом, как ни странно Достаточно такие сегодня Такие, ну, скажем, в середничке Очень грубо сказано Таких нет Какие-то прям супер-мега ощущения От какого-то экземпляра У этого, наверное, послевкусие Средне-длинное, наверное Такое, самое покороче, чем у всех Какой-то усредненный образец Я говорю, ребят, вот было бы меньше сахара Наверное, было бы поинтересней Вот За 2,500, ну, как бы, наверное Не факт Что стоит этих денег Но интересно, я говорю, что Вот такой вот экземпляр, он подойдет Ну, в подарок однозначно Орнамент от Зитоевский Характерный, да, типа, ручная работа Подарок классный Опять же, даришь престижно Знается, сколько он стоит Народ порадуется Вот И подойдет в том числе и женщин Ну, то есть, такой Хороший, хороший подарок Ну, что, ребят Ну, давайте будем считать, что Наверное Наверное, наверное, наверное Попробуем все-таки Новый свет Новый свет В силу долгой выдержки Как вариант Да, показаться и хорошо У нас мы открыли их все Да, такой хороший, значит СО2 присутствовал, что называется С потенциалом Ну, давайте попробуем все-таки Предположим, что Сейчас вот последняя ходка Предположим, что Новый свет у нас Наверное, самый интересный Хотя, вот, я говорю Я Шардоне не сильно люблю Но что, Новый свет Тринадцатый год Экстаблюд Самый минимальный дозаж Дмушка А, может быть, даже Дозаж двушка Хотя, возможно, это, ребята Здесь не написано, ребята А можно предположить, что это, ребята Брюднатор Как раз Впервые в наших выпусках Брюднатор Только они боятся это писать Для народа эта фраза неизвестна Если это не специальная Штука Брюднатор А это, ребята, вообще Без дозажа Ну, ну Зиру Зиру дозаж, да? Нон-доз Это Остаточный сахар Двушка Свой родной Ну, поехали Новый свет Да, значит Какой-то все-таки Непривычный Непривычный аромат Значит, да Какая-то солома Какая-то солома Чуть цветочней Появляется Какой-то тоже Животный тон Очень такой Специфичный Интересный Но благородный И тон выдержки Наверное Вот осадок Да Наверное Тон вот именно Выдержки Длительный Да Уровни Гран-Крю Уровни Гран-Крю Хорошо Поехали Уровни Гран-Крю Да, ребят Не то что чуйка Рецепторы не подвели Лучшим Шампанским Лучшим игристом России Объявляется Ребят Новый свет Конкретно Вот этот вариант Конкретно Вот эта Элитная Элитная Ребята Серия Редкая Если честно Новый свет У нас как известно Фирменных магазинов Вроде нет Я не видел Знаете вообще Новый свет Хотел присутствовать В некоторых сетях Но эту линейку Конкретно Я встречал Лично в карусели Взял в карусели Да Благородный Ребят Вот олицетворение Настоящего Крутого Шампанского Ребят Вот так должно Выглядеть И так выглядит Грубо говоря Французское Шампанское И Ребят Блин Но получается Я же вам рассказывал Правда Никто особо Не смеялся Надо мной Понятно Что Кстати говоря Легкая подсказка Такая Да Вот К нашему конкурсу Что я конечно Ребят Часто стебусь И вообще Все у меня максимально Значит С юмором Я стараюсь Ребят Чтобы жить Было не скучно И я себя назвал Провозгласил Ребят Амбассадором Как вы знаете Да Амбассадором Экстрабрютов Абрютнатуров В России Ребят Брютнатуров Мы не встречали Вот в принципе Вот у нас вообще Ни разу нигде Ну только Какие-то французские Экземпляры Российских Ни разу кстати Не видел Я говорю Возможно Что новый свет Втихаря Я просто не стал Афишировал Что это брютнатур Да Вот с двушкой По углеводам Речают По углеводам Двушка По углеводам Не по дозажу Двушка Если здесь напишем Фраза Где она у нас У нас здесь фраза Прямо нету И тут подлеска И вот Знаете что он напомнил У нас же есть выпуск Оставлю ссылку Наш древний Когда у нас тут Все было грустно Еще древний наш выпуск Оставлю ссылку По шампанскому Новый свет Вот он напомнил Ребята Точнее вот этот экземпляр Хотя он более Типа дешевый Хотя как дешевый Он сколько тогда 900 тоже стоил Да Кюве Кюве Которого Вот я тоже сейчас Давно не встречал У нас осталось Еще пару экземпляров По кюве Вот тогда мы сказали Что ребята Здесь Ну классные Классные Было Посмотрим В развитии Года через три Надеюсь мы снимем Вот конкретно Про эту бутылку Все будет нормально С нами И полежит Посмотрим Во что Она как разовьется Умрет Не умрет Там была вот такая Грибная тема И тема подлеска И вот этот экземпляр Нового света Они вот и коррелируют Что интересно Так что ребят Поздравляю Еще раз Новый свет У нас Является победителем Самое приятное Что ребята Как раз у нас Победил кто У нас победил Самый что ни на есть Настоящий Экстра блюд Даже блюд натур С самым минимальным Содержанием сахара Ребят Вот именно здесь Ощутимо Ребята Нюансы Потрясающие ребята Нюансы Они чувствуются Потому что Сахара нет И это здорово Ребята И вкусно Все ребятки Ну удачно Удачно Горд Я за наша Российская Игристая Реально горд Это интересно Это вкусно Пробуйте Ребята Пробуйте Экстра блюд Просто Пробуйте Тупо И Есть шанс Огромный Что процентов На 80 Они к вам Ребята Зайдут То помните Про чистые Рецепторы Ничего острого Крепкого Ни чеснока Ни соленых Огурцов Ни ананасов Ребята Ближайшие Два часа До смакования Не употребляйте Ну еще раз Напоминаю Что этот У нас 150 выпуск Будет Разыгрываться Ребята Призы Оставляйте Еще раз Комментарии Как вы Видите Место Нашего Канала Ребят Вот В этом Во всей Вот этой Винной История В данном Случай На ютубе Да Наши преимущества Наши отличия От наших Коллег Так сказать Все ребят Я вас поздравляю Со вкусным Российским Игристом Пока Подписывайтесь Нажимайте На колокольчик Чтобы быть в курсе Новостей Пока До свидания До новых встреч Ребят На нашем канале